Привет, дорогие сплетники! Добро пожаловать обратно на мой канал. Меня зовут Антон Эсс, и на этом канале мы очень много сплетничаем. И в эти дни сплетни невеселые, в эти дни сплетни очень... не сплетни, но новости, надо называть их правильно. Новости очень серьезные. Поэтому в сил всем нам, давайте пообсуждаем. Сегодня с 5 числа, сегодня 5 число, и вступает закон в силу, закон о фейках. До 15 лет лишения свободы грозит тем, кто распространяет фейки. Очень сложная тема, сразу огромное количество СМИ уходит с рынка, уходит с территории России, потому что сейчас абсолютно любую информацию можно притянуть за уши, как фейк, и впоследствии получите уголовное дело. Вы получите, я не знаю, до 15 лет лишения свободы. Полнейший, конечно, это все абсурд. Собчак постит вот этот вот пост. Друзья, важное объявление в связи с новым законом за распространение фейков о действии военных сил Российской Федерации, который сегодня был принят, а также в скорости смены новостной повестки мы приняли решение приостановить выпуск наших пятничных новостей на Ютубе. Мы остаемся с вами, мы не уходим совсем, следим за ситуацией и правоприменением. И, конечно, будем искать варианты форматов, которые можно предложить вам в новых реалиях. Спасибо каждому из вас за то, что подписаны за нас. Волнуйтесь и пишите, о чем речь, дорогие мои сплетники. Сейчас огромная памятка абсолютно везде по соцсетям. Закон о военной цензуре завтра вступает в силу пакет поправок. То есть он уже на данный момент вступил, выпускаем мы это видео 6 числа. То есть вчера этот самый закон вступил в силу. Фейки о военной операции сразу уголовка. Здесь вы даже не можете назвать спецоперацию войной. Это значит, вы распространяете фейки. Это значит, у вас будет уголовное дело. Призывы прекратить войну запрещены. Административная приюдиция. Что такое административная приюдиция? То есть сначала административка, впоследствии уголовка. Когда призывы повлекли ущерб, уголовка будет сразу. Призывы к санкциям также попадают под подобную приюдицию. Там есть административка. Ответственность будет распространяться на все посты, в том числе опубликованные ранее, так как доступны. Поэтому рекомендуют в этой самой памятке, цитата, проверить все соцсети за последние 10 дней, почистить спорные и сомнительные. Посмотрите также паблики своих близких и друзей. Можете не чистить, но теперь вы предупреждены. Посмотреть, насколько жестко и массово будет применяться закон, а потом решать, как и что писать в оставшихся соцсетях. Я напомню, с сегодняшнего дня Facebook официально заблокирована территорией России Роскомнадзором. Twitter замедлен. На YouTube, о господи, ребят, сегодня я блогер на YouTube. YouTube это моя карьера. И буквально вчера, да, это случилось вчера, просыпаюсь я утром. Совершенно ужаснейшей новостью YouTube прислал всем абсолютно блогерам, которые работают на русскую аудиторию. Цитата. В связи с чрезвычайными обстоятельствами мы приостанавливаем всю рекламу Google и YouTube в России. Это означает, что пользователи в России не будут видеть рекламу, и, как следствие, авторы временно перестанут доход получать от этой самой рекламы за просмотры, полученные на территории России. Это изменение не влияет на рекламу, которую показывают пользователям за пределами России. Ситуация по-прежнему быстро развивается, и мы продолжим делиться обновлениями, когда это будет уместно. Команда YouTube. Вы знаете, это, конечно, шокировало абсолютно все русскоязычное комьюнити. У меня на данный момент 48% трафика на этом канале идет из России. Огромное, конечно, комьюнити меня смотрит из европейских стран, но у некоторых блогеров трафик из России и доходит до 80%. Это значит, что абсолютно все блогерское комьюнити сейчас будет очень сильно страдать. Поэтому, дорогие мои сплетники, я знаю, сложное сейчас время, но, тем не менее, я скажу, на этом канале есть спонсорская подписка, начиная с 49 рублей, если вы считаете, что этот блогер, который заслуживает поддержку, вы всегда можете поддержать нас. Но, опять же, ничего, ни к чему не призываю, опять же, ничего не прошу. Я думаю, что это один из тех сложных моментов, когда мы все должны сплотиться, сжать зубки и продолжать творить для вас, чтобы вам было что посмотреть, над чем порассуждать. И я уверен, общаясь с огромным количеством блогеров, никто не остановит сейчас свою деятельность. Это тот сложный момент, который, на самом деле, наверное, отсеет блогеров, которые действительно вложили все яйца в эту корзину своей карьеры, то есть блогер на ютубе и тех, кто, на самом деле, просто пытаются заработать деньги. Опять же, ничего здесь в этом плохого нету. Каждая работа должна быть оплачена. Но те блогеры, которые, наверное, несерьезно относились к своей деятельности, они, скорее всего, отвалятся. Шок, конечно, это шок для абсолютно каждого блогера. Я общаюсь со всеми, у многих были планы, у многих были серьезные планы по расширению канала, по расширению контента. Люди сидят в шоке, никто не знает, к чему это все приведет. Опять же, здесь мы начинаем говорить о полной блокировке ютуба на территории России. Вполне реальная ситуация, потому что фейсбук уже заблокирован. И на данный момент телеграм и ютуб — это единственные источники, которые дают какую-то альтернативную, по крайней мере, нецензурированную точку зрения и позицию. И поэтому я не удивлюсь, что вопрос полной блокировки ютуба на территории России — это вопрос времени. Опять же, никто не отменяет VPN, опять же, никто не отменяет какие-то способы, другие обхода. Но, тем не менее, на данный момент мы имеем вот подобную информацию. Я не ожидал, я честно не ожидал, что ситуация так быстро разрушится, вот этот вот карточный домик, и все, так быстро полетит в тар-тарарым. Поэтому, дорогие мои сплетники, в любом случае вы всегда можете поддержать наш канал подпиской, пальцем вверх, сейчас нам сложно, но мы будем работать и бесплатно, потому что здесь мы за идею сплетен, здесь мы не молотим денежку. Поэтому, дорогие мои сплетники, пожалуйста, поддержите комьюнити пальцем вверх, это бесплатно, подписка — это абсолютно бесплатно. Поддержите нас в сложный момент, а мы продолжим радовать вас сплетнями и новостями. И я очень-очень надеюсь, что в скором времени сплетни изменятся на что-то более позитивное, потому что я не верю, что эта война в Украине, которая начала, Россия, продлиться долго. И я очень надеюсь, что это скоро все остановится, потому что люди гибнут, страна разрушается, и таким действием не место в 2022. Это то, что сейчас происходит, это полнейший, конечно, абсурд. Также Путин подписал закон об административной ответственности за дискредитацию использования вооруженных сил РФ, в том числе за публичные призывы к воспрепятствованию использования военных сил России. Если у них нет уголовного состава, то виновных ждет штраф от 30 до 50 тысяч рублей, от 100 до 200 тысяч рублей, это уже для должностных лиц, и от 300 до полумиллиона для юридических лиц. И, конечно же, Госдума сейчас одобрила в первом чтении закон о расширении доступа прокуратуры к персональным данным. Россиян законопроект закрепляет право прокуратуры получать необходимую информацию, доступ к которой ограничен. Также ведомство имеет право проводить обработку персональных данных, то есть какие персональные данные могут быть доступны прокуратуре, имя, фамилия, отчество, расово-национальная принадлежность, политические взгляды, религиозные или философские убеждения, сведения о состоянии здоровья, фактах потребления психоактивных веществ и постановка на учет в учреждения здравоохранения и интимной жизни. Я не понимаю, что это за тема, как они будут собирать информацию об интимной жизни, зачем такие детали о гражданах России, но тем не менее, дорогие мои сплетники-сплетницы, такие законы сейчас протаскиваются, законы абсолютно немыслимые. Но опять же, я понимаю, сейчас военное время, которое требует экстраординарных решений, и каждый сейчас, каждый глава страны, я не знаю, президент, в частности Путин, идут на абсолютно беспрецедентные какие-то принятия законов, которые, вот смотря, читая их, ты понимаешь, что они немножечко граничат с полнейшим безумием и на решением вот приватной, частной жизни. Просто шокирует меня повальная русофобия. То, что сейчас происходит, это абсолютнейший абсурд. Очередным примером массовой дискриминации русских стало отстранение паралимпийской сборной РФ, а в клиниках Германии отказываются лечить русских детей, больных, онкологией, при том, что почти все операции платные, и деньги подчас собрались с благотворительными фондами. Кощественно, скоро, наверное, появится русским не входить. Вы знаете, ребят, я понимаю, сейчас весь мир в шоке, я понимаю, сейчас весь мир хочет наказать, жестко наказать Россию за вторжение в Украину. Ребят, оставьте, я говорю, обращаюсь ко всей Европе, Америке, и ко всем, у кого есть какие-то претензии к русским, не потому, что русский что-то сделал, а потому, что русский является русским. Прекратите преследовать русских. Русские в данном случае, они не виноваты. Я искренне считаю, что русские не виноваты. Прекратите преследовать людей по национальному признаку. Отыгрываются на детях в школах, дорогие мои, студентах, и даже на русских хозяевах кошек и собак, запретив им участвовать в выставках. Пожалуйста, вам Анну Нетребко исключили из Нью-Йоркской метрополитен-оперы. Генеральный менеджер метрополитен-оперы Питер Гелб заявил, что они не будут сотрудничать с артистами, которые поддерживают российского президента. Также Гелб заявил, что ранее пытался убедить Нетребко поменять свою позицию, однако 50-летняя звезда оперы делать этого не стала. Весной 2022 года Нетребко должна была сыграть на сцене метрополитен-опера. В постановке Турандот Пучини сегодня стало известно, что ее заменит украинская певица Людмила Монастырская. Ну и, конечно, не обходится без сплетен и новостей, которые достаточно абсурдны в наше сегодняшнее с вами время. Житель Екатеринбурга улетел в Узбекистан, чтобы посмотреть новый фильм про Бэтмена. На поездку у него ушло около 30 тысяч рублей, что почти в 100 раз превышает стоимость билета. Кто не знает, сейчас практически все крупнейшие голливудские студии запретили прокат своих фильмов на территории России. Абсурд, ребята, это самый настоящий абсурд. И вот как раз стоит, может быть, задуматься Министерству туризма РФ устраивать, я не знаю, фильм-туры по Европе или по ближайшему зарубежью, чтобы россияне могли смотреть премьеры любимых фильмов, ожидаемых фильмов вовремя, а не заниматься вот подобными вот авантюрами. Я напомню, что сейчас Министерство культуры заявило, что так как не будет сейчас проката вот этих вот блокбастеров, которые очень многие все ожидали на территории России, сейчас будут показывать в российских кинотеатрах любимые российские фильмы, включая «Брат», «Брат 2», «Жмурки» и подобное. Абсурд. Ребята, вы понимаете, когда мне говорят, что ты лыбишься, когда такие ужасные новости? У меня шок. Это у меня защитная реакция. Когда ты слышишь новости абсурда такого размера, ты просто не веришь, что это на самом деле происходит. Фильмы запретили показывать. «Зара» ушла сейчас на данный момент с территории России. Сегодня они заявили, что это и был последний день Икеи, но об этом мы говорим в нашем последнем видео. По этой ссылочке можете пройти и посмотреть. Люди ломанули в «Зару» и начали сгребать все просто охапками. Видите сейчас, как это все происходит? На самом деле, я понимаю, что «Зара» в принципе в России, на территории России была дороже, чем в Европе. И на данный момент «Зара» с падением рубля по отношению к евро. Евро на данный момент достигает 160 рублей за евро. На черном рынке, я уверен, это еще и того дороже. И поэтому цены в «Зара», они стали совершенно из бюджетного в премиальный. И на данный момент, конечно же, «Зара» решила уйти с российского рынка. Сегодня зашел на канал «Небожена» в Телеграме. Публикует она вот эти вот видео. Закрываются корнеры «Гуччи», «Шанель», «Луи Виттон» в «Цуме». Насколько я понял информацию из люкс-ритейла в России, сам «Цум» продолжит работать. Какие-то поставки продолжают идти. Поставки на самом деле большие. Но корнеры, которые были на аренде у тех же «Гуччи», у тех же «ЛВ» и «Шанель», они закрываются, полностью собирают свои товары и будут покидать российский рынок. Все, абсолютно все, кто сейчас покидает российский рынок, утверждают, что это временно. Вы знаете, я понимаю на самом деле, по какой причине это все временно. Потому что цены сейчас будут поднебесные. Цены будут просто нереальные. Напомню, сейчас «Айфон» стоит 250 тысяч рублей, хотя неделю назад он стоил в половину меньше. Мне говорят, что ты здесь пролил, что ты здесь про айфоны. Ребят, это показатель того, как сильно упал, рухнул рубль. И сейчас будет очень сложная ситуация с ритейлом в России. В принципе, огромное количество онлайн-площадок не высылают больше свои вещи, свою продукцию на территорию России. Ну и, конечно, Украины и Белоруссии. Белоруссия тоже очень сильно затронула все вот эти военные действия России в Украине. Евро сейчас достигает 4 белорусских рублей и даже выше. Кто не знает, что такое 4 белорусских рубля. Это около 160 российских рублей, если мы говорим про перевод валют. Мнение сплетницы из Белоруссии, которое отписалось у меня в моем телеграм-канале. Кстати, обязательно подписывайтесь на наш телеграм-канал. Почти 160 тысяч подписчиков. Сплетни новости там у нас каждую минуту обновляются. Цитата. Хорошая зарплата превратилась в пыль индийских дорог. За съемные квартиры аренды дать не берут деньги только в долларах. Стоимость квартиры аренду от 200 и до бесконечности долларов. Мы не знаем, как платить и чем в следующем месяце. Высказаться на работе о поднятии зарплаты все боятся. А кто не боится, не боится и работу потерять. Как говорит Антон, страшно, очень страшно. Билеты раскупили из Белоруссии на месяц вперед. И еще украинские новости. Каждую минуту сидим и читаем. Очень сложно будет сейчас тоже в Беларуси. Беларусь на самом деле тоже попадает под огромное количество санкций, которые сейчас применяет мир по отношению к России. Поэтому смотрим сейчас, как рушится карточный домик. Я не знаю, что за мастер-план. Вы знаете, что удивительно? Огромное количество россиян на самом деле поддерживают своего президента. Огромное количество россиян искренне радуются за проведение спецоперации, ну или войны в Украине. И я, конечно, для меня вот это вот было удивление. Но опять же, я не живу в России. И я осуждаю и обсуждаю позицию между Россией и Украиной с точки зрения прозападного человека. У меня есть возможность, конечно, высказаться. Ребят, вы знаете, интересный момент я прочитал в одном из сегодняшних пабликов. Я не буду цитировать этот лонгрид. Лонгрид действительно очень длинный. Но здесь мы говорим по поводу, как легко сидеть за границей и, извините, и не мешки ворочать. Сегодня в России официально начинаются уголовные преследования за публикацией. Это мы говорили в начале видео. И тут многие писали, легко ли вам из-за границы. Так вот, похоже на то, что с сегодняшнего дня мы, русскоязычные за границей, которым было так легко из-за границы, остаемся единственными русскоговорящими, которые могут позволить себе невиданную ныне в России роскошь. Сидеть, что нам вздумается. Среди оставшихся в России есть мои товарищи, честные и порядочные ребята. Но не могут уехать коты, собаки, старики. Или же нет денег. Дальше блогер пишет. Если бы я имел несчастье по каким-либо причинам пребывать сейчас в России, то тоже, наверное, бы помалкивал. Сейчас абсолютно все пытаются заткнуть рот. Мы говорим те люди, которые сейчас в Беларуси или России. Потому что это элементарно небезопасно. И помните ту драму с Хованским, которую мы обсуждали практически полгода. Это такие цветочки. Это такой рай на земле по сравнению с той цензурой, которая сейчас происходит на территории России. Футболист сборной Украины высказался. Добрый вечер всем. Я Андрей Ермоленко. Игрок сборной Украины. Родился в Питере, но вырос в Украине. И считаю себя украинцем на все 100%. У меня есть вопрос к игрокам сборной России по футболу. Ребята, почему вы сидите как об... И ничего не говорите? У нас в стране... Людей. Что вам будет за то, если вы все вместе просто объединитесь и покажете людям, что происходит действительно у нас в стране? Теперь пришло время показать и... В реальной жизни. Почему вы сидите и не говорите ничего? Нет. Ну, ребят, а что он хочет в России за политическую позицию? Это реальные сроки. Это реальные проблемы. Можно попрощаться с карьерой. Могут возникнуть реальные проблемы с бизнесом. Я считаю, что нельзя на данный момент загонять русских в угол и требовать от них выскажитесь. Ребята, вы должны понимать. Я обращаюсь к абсолютно всем на планете. Русские сейчас не могут высказаться и высказать все, что они думают. Потому что это элементарно грозит серьезнейшими проблемами. Это грозит уголовным сроком. Вы не можете сейчас шантажировать русских исполнителей, русских спортсменов, русских публичных людей и говорить. Вы должны говорить про войну. Вы должны озвучивать это все. Вы не понимаете, говоря публично, сейчас находясь на территории России, о войне, о той страшной ситуации, которая сейчас разворачивается перед нашими глазами. Люди действительно рискуют. Они ничего не изменят. Говоря вслух сейчас в России, ты ничего не изменишь. Это борьба против ветряных мельниц. Ты плюешь против ветра. Я не знаю, какие еще эпитеты можно сказать, чтобы описать данную ситуацию. Но людям страшно говорить, потому что они боятся за свою свободу, за свою жизнь. И пожалуйста, не нужно загонять русских сейчас в угол. И требовать от них каких-то объяснений, требовать от них хоть что-то говорить. Потому что русские сами себе сейчас, к сожалению, не принадлежат. Но проблемы, которые у них могут появиться, если они хоть что-то выскажутся, могут быть самые реальные. Ну и, конечно, понесла. Сейчас все переходят из Инстаграма, потому что Инстаграм принадлежит Фейсбуку. И, скорее всего, это только вопрос времени, когда Инстаграм тоже заблокирует на территории России. И вот, пожалуйста, вам, Лариса Долина, это одна из немногих, кто говорит, переходите в Одноклассники. Моя группа в Одноклассниках существует уже более 7 лет. И там у нее больше 28 тысяч подписчиков. Жена Константина Эрнста, Софья, пишет. Дорогие друзья, даже боюсь представить, как бы больно страшно мысли только об одном. Когда же это все закончится? Я вас всех очень люблю. Украина, как же нам горько. Мы плачем каждый день о тебе и о себе. И дальше она вставляет в этот самый вот в своем Инстаграме рекламу бижутерия. Вообще, ребят, я, конечно, думаю, что реклама, в принципе, неуместна на данный момент. Как бы сложно не было сейчас блогерам. Я не думаю, что аудитория, в принципе, готова принимать тот факт, что люди будут хоть что-то рекламировать. Потому что я считаю, что именно этот момент покажет, кто из нас сильный, кто из нас способен выстоять вопреки. Вопреки, и я считаю, что блогерство в наше время, в наш исторический момент, это работа вопреки, это работа, переходя через хронические трудности, небывалые трудности, дорогие мои. И я считаю, что сейчас не место не вставлять рекламные интеграции. И я не знаю ни одного рекламного клиента, который сейчас согласился бы поставить хоть один рекламный пост в настолько сложное, неимоверно сложное время, с которым мы сейчас абсолютно все столкнулись, абсолютно все мы говорим в мире. Кто-то в совершенно ужаснейшей ад на земле, здесь мы говорим про Украину. Кто-то абсолютно безвольно не может высказать свою точку зрения, мы говорим про Россию. Кто-то, кто в Европе, кто тоже очень сильно пострадает. Пострадают в любом случае абсолютно все, потому что это война, это невиданные санкции, это новый виток холодной войны, который человечество до сих пор не видело. И, конечно, сейчас появляется информация, что Зимфира, Лената Литвинова тайно покинули страну, как утверждается, что Пугачева и Максим Галкин с детьми тоже улетели. Я не знаю, кто сейчас останется, Газманов и Расторгуев на территории России, потому что, ребята, вы понимаете, опять же повторюсь, или ты про власть, но тогда весь мир против тебя, или ты против власти, но тогда ты должен бежать с территории России, потому что тебе там находиться небезопасно. Огромное количество людей сейчас покидают Россию, кто может. Вы знаете, интересный момент, я сейчас говорю с людьми, у которых были сбережения в российских банках, и мы здесь говорим про долларовые сбережения, и огромная проблема у всех снять деньги, и именно из-за этого они не могут покинуть Россию, потому что деньги заморожены более 10, или вроде у некоторых банков 15 тысяч долларов нельзя вывозить на человека, то есть, по идее, в теории, да, одна семья может в теории вывести 30 тысяч долларов за территорию России, но, тем не менее, сложнейшее время, и люди сейчас, очень многие люди оказались в мышеловке, никто не был готов, никто не предполагал, что ситуация будет разворачиваться таким образом, каким она развернулась, и поэтому очень сейчас сложно смотреть и слушать, и общаться с людьми, которые попали вот в эту вот мясорубку вот этого ада. Интересно послушать ваше мнение, дорогие мои сплетники, чьи планы, знаете, в очередной раз мы сейчас начинаем поднимать эту тему, чьи планы накрылись медным тазом, чьи поездки накрылись медным тазом, чей бизнес страдает неимоверно. Я понимаю, что ничто не вечно, как говорил царь Соломон, и это тоже пройдет. Единственное, вот у меня надежда, дорогие мои сплетники и сплетницы, что это пройдет быстро и меньше крови, потому что вот сейчас, на данный момент, оглядываешься назад и думаешь, господи, где мой 2020, где мой 2021, когда мы сидели дома на самоизоляции, страдали, как самые настоящие страдальцы, и думали, что хуже уже не будет. Это наступило 2022, и мы имеем сейчас плюс коронавируса, который никто не отменял. Мы имеем вот эти вот ужасающие санкции, мы имеем войну в Украине, мы имеем попрание свобод, любых свобод, мы имеем то, что из России убегает абсолютно все. Вы знаете, я верю, я верю, что это все временно. Я не думаю, что сейчас Россия, я и отказываюсь в это верить, что сейчас Россия превратится в самоизолированный вот этот вот кокон, по типу Северной Кореи. Я не верю в это. Я думаю, что все вот эти вот убегания с российского рынка, европейских, американских компаний, это дело все временно. И я надеюсь, я в это не верю, но я надеюсь, что скоро все образуется. Интересно послушать ваше мнение, какие вот ваши переживания, какие ваши сейчас ощущения. И опять же, ребят, давайте, наверное, будем вот в такие сложные моменты, более эмпатичные, более сострадающие друг к другу. Давайте чувствовать боль друг друга, черт возьми. Потому что мы все люди, мы все братья. Я лелею в себе мысль, что русские украинцы братья. Я лелею в себе мысль, что не все русские и все украинцы плохие и плохо друг к другу относятся. Поэтому я всегда призываю к одному. Нет войне. Нет расприям межбратскими. Нет, нельзя, нельзя такое. Нет войне, дорогие мои сплетники. Интересно послушать ваше мнение. Давайте пообщаемся в комментариях. Росавиация порекомендовала авиакомпаниям с самолетами, которые зарегистрированы в иностранных реестрах, остановить свои рейсы с 6 марта, а с 8 марта и из-за рубежа. И Собчак прокомментировал вот эту вот ситуацию по поводу этой приостановки. Мы, Россия, боимся потерять самолеты. Это вообще сейчас очень сложный вопрос с авиацией и с полетами, и с запчастями. Мы еще неделю назад с Мовчаном это обсуждали, и он говорил, что одно из самых серьезных последствий происходящего. Сейчас наши самолеты начинают арестовывать прямо по прибытию рейса в другую страну. Я даже не знаю, пишет Собчак в своем телеграме, что первые дни вы поняли, чего они летали так, что сотрудники Арафлота не выходили из самолета лазейка. Рейс не считается завершенным, пока внутри остались люди. Это закон авиации. Скорее всего, теперь увеличится поток турецких самолетов, дубайских, но у них все равно ограниченный авиапарк. Так что будет сильно меньше рейсов. Ну и сухой суперджет будет летать. Это для тех, кто не боится взлетать, будто падает. Так пишет в своем телеграме Собчак. Сложнейшая ситуация. Мне интересно, дорогие мои сплетники, сейчас увидели ли вы на себе вот эти уже санкции, потому что говорят, что серьезные проблемы с поставкой медикаментов, аналогов которых нету в России. Мне интересно, как вы справляетесь, какие у вас планы на будущее, что с вашими сбережениями. Я понимаю, все мы здесь диванные эксперты. Все мы здесь просто домашние мамки на аналитике. Но тем не менее, давайте пообщаемся, потому что мы тоже имеем право голоса, мы тоже имеем свое мнение. И вот мне интересно послушать ваше мнение, дорогие мои сплетники. На что вы надеетесь? Какие ваши планы? Собираетесь вы уезжать, эмигрировать? Или вы остаетесь у себя в России, или в Украине, или в Беларуси? Какие у вас планы? Что с вашим бизнесом? Мне интересно, что с бизнесом, потому что сейчас общаюсь с людьми из России, все в шоке. То, что выстраивалось годами, десятилетиями, сейчас просто трещит по швам, и люди в панике, потому что никто к подобному не был готов. Интересно будет послушать ваше мнение. Давайте пообщаемся в комментариях. Дорогие мои сплетники, я знаю, сейчас сложнейшее время. Сейчас не время вроде как, да, спросить за их, братьев наших меньших. Но мы на этом канале делаем это постоянно, регулярно, в каждом видео, потому что кто, если не мы люди с любящим сердцем, которые никогда не проходят мимо страданий бездомных животных. Если вы видите кошку или собаку на улице, сейчас война, особенно в Украине. Пожалуйста, покормите, пригрейте, возьмите к себе, просто на передержку. Сейчас, как никогда, мы нужны им, бессловесным братьям, нашим меньшим, которые любят нас безусловной любовью. Оставайтесь людьми, всегда оставайтесь людьми, и всегда несите вот это вот знамя защитников, братьев наших меньших. И давайте продолжать доказывать в любое время, дорогие мои сплетники, что мы сплетники умеем не только сплетничать, но и любить. Вот и все сплетни, вот и все сложные, тяжелые новости на сегодня. Спасибо огромное, абсолютно, все, кто поддерживает нас сейчас, блогеров, всех блогеров, пальцем вверх, подпиской, ребят, пожалуйста, секунда вашего времени, но это неимоверно помогает. Помогите нам продолжать работать для вас, бесплатно, абсолютно бесплатно, чтобы вам было что посмотреть, когда вы пьете ваш утренний кофе или вечерний нервный стакан вина. Ребят, все будет хорошо, я верю в это, я люблю Украину, я люблю Россию, пожалуйста, давайте стремиться к миру, давайте пытаться урегулировать то, что сейчас происходит, и давайте пытаться находить компромисс в сложнейших на сегодняшний день ситуациях. Я вас обожаю, комьюнити, увидимся, постараюсь завтра, если нет, послезавтра обязательно. Всем пока.